Президент Республики Казахстан Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Шувалов Игорь Иванович Председатель правления Банк развития Республики Беларусь Румас Сергей Николаевич А также председатель коллегии в Российской экономической комиссии Христиенко Виктор Борисович Уважаемые коллеги, учитывая, что сейчас продолжается работа Высшей экономического совета и у наших гостей плотный рабочий график На конференцию отводится порядка 20 минут Поэтому предлагаем сразу перейти к вопросам От каждой страны, участницы Евразийского экономического союза Задается по одному вопросу А также один вопрос от зарубежных смен Давайте начнем Первый вопрос от Республики Беларусь Представьте, пожалуйста Светлана Маскевич, Белорусская национальная радио Первый канал И вопрос к Виктору Борисовичу Чем новый союз отличается от других подобных международных структур объединений? Вот что общего будет с ним? И что нового в сегодняшнем договоре по сравнению с предыдущими соглашениями? Спасибо Ну, во-первых, безусловно, интеграционный проект евразийский Имеет и собственную историю, и собственные опыты, и собственные наработки Вместе с тем он активно использовал и использует и изучает этот опыт, который есть в мире Для сравнения или для образца Безусловно, наиболее подходящим объектом является Европейский союз Поскольку европейская интеграция является самой глубокой и самой продвинутой интеграцией в мире Не только по масштабам, но именно по глубине интеграционного взаимодействия Поэтому мы в определенной степени повторяли и повторяем некоторые шаги Не допуская ошибок тех, которые дело в том, что и делает Европейский союз Иногда в своей практике у нас есть образец, который помогает нам не совершать таких ошибок Что касается, и в этом смысле еще раз хочу подчеркнуть, что такого рода по масштабам и глубине интеграции Ну, наверное, вот теперь евразийская экономическая интеграция Это вторая после Европейского союза Что касается того, что нового привнесено в договоре в Евразийском экономическом союзе По сравнению с тем, что мы были, что мы имели до сих пор Можно было бы сказать следующее Ну, во-первых, конечно, все, что касается институциональных инструментов, институциональной сферы Точно определен статус, это полноценная международная организация региональной интеграции с полной международной правосубъектностью С выстроенной системой управления принятия решений, которые имеют прямое действие на территории всех стран-участников союза Если говорить о содержании, то главное содержание, которое и двигало к союзу Это четыре свободы Свобода движения товаров, услуг, капитал и рабочей силы Так вот, сам договор по союзу, он существенным образом обновил тот арсенал Обновил те задачи и цели и инструменты достижения этих четырех свобод Ну, например, в этом договоре коснулись тех сфер, которые находились за пределами интеграционного поля сферы энергетики И по всем направлениям энергетического сотрудничества, нефти, нефтепродуктам, газу, электроэнергии В договоре четко отфиксированы цели, общий рынок, общий рынок электроэнергии, нефти, нефтепродуктам, газа Четко отфиксированы сроки и отфиксированы этапы достижения с тем, чтобы можно было отслеживать, мониторить, контролировать движение к этим целям То же самое сделано по транспортному блоку То есть самые существенные инфраструктурные сегменты вовлечены теперь уже в процесс экономической унификации, экономической интеграции Такие серьезные сегменты, как рынок лекарственных средств, медицинских изделий И также должны уже к 2016 году сформировать общий рынок, общий рынок без барьеров, без границ И это серьезные, очень амбициозные и по срокам, и по масштабу задачи И в этой связи по многим отраслям экономики И надо сказать, что договор в этой связи фиксирует очень простую и понятную формулу Никаких ограничений, никаких квот разрешений для возможности трудоустраиваться гражданам государственных союзных территорий друг друга При признании дипломов об образовании, при наличии в этом же договоре инструментов медицинского обеспечения и так далее И кроме того, даже при наличии в этом же договоре нормы о том, что эти граждане будут облагаться налогом по своим доходам Точно так же, как граждане того государства и членов, куда они приехали с первого дня А не как обычно со 183 дня после того, как наступает резиденция Вот многого рода такие вещи являются по всем направлениям четырех свобод прорывными И еще раз подчеркну, что для их реализации весь инструмент и вся система управления так же прописана в этом договоре Поэтому у нас нет сомнений, что эти цели и задачи вполне достижимы и будут выполнены Благодарю вас. Теперь вопрос от Республики Казахстан. Пожалуйста, хабар Хабар агент, Кайрат Журумбаев. Менің сұрағым Бақытшан Абдуролына бағытталады Евразиялық экономикалық одақ бір қатар өклеттіліпті Олт үстілік денгейде қарастырады Сіздің ойыншы бұл одақ экономикалық бөрлестіпе Жоға әлде саяси үйімға жақындаудың бір кезеңі мү? Біздің саяси егемендіңізмен оқсаған келтірілмей мү? Жақсыр Ахмет! Ешқандайды бір саяси мәселелер түрі мүрігінде Ешқандай осы айтылған жағым әлімдемеді сөз болған жоқ. Яғни біздің бүгінгі құрылған одағымыз Евразиялық экономикалық одақ ол тек қына економикалық қалдасықты қамтамас етудің одақ болып табылады. Бүшерде ешқандай саясад жоқ. Саясад саяси жағдай жоқты вайдатынымыз. Бұл осы адақты құру кезінде саясатқа байланысты мәселелерін бәрі қаралған жоқ. Мысалы, әр ел өзінің сөйеріндетін қарауға, бұл масал ұлттық қауіпсіздігін қаралған сұрақтардың бәрі өзінің ұлттық шенгерінде қалдыра білді. Сол сөйттің тек қына бұл жүрде біз Әк әр қалалдар бінас қаралған жәкбеке қалалған қаралған жоқуштамын бұл perguntaфексмен біне кәйбекетберген бұл жоқтардың. Бұл жүрде боладыстымдар өлем Tyәнгерінде қабіпсіздерін деп December оқнау союза бір күйрі қалдар байлайсын қау көмірде байлаймын оған Внимательно слушали заявления глав государств. Там четко было сказано, что какая выгода созданный союз будет приносить каждой стране. Тысяча рабочих мест, много-много производства. Сейчас Виктор Борисович говорил о том, что свободу передвижения четырех свобод, рабочей силы, услуг, капитала и товаров. Все это, конечно, на будущее развитие нашей страны будет способствовать. То есть мы сегодня говорим о том, что мы все заинтересованы в том, что наши экономики развивались, торговля расширялась, чтобы к нам из страны ушли инвестиции. Ну и, соответственно, все это будет приводить к увеличению ВВП. Ну, если у нас ВВП растет, то и растет благосостояние народа, то чего мы как раз таки хотели. КОНСАСИНОСА СОЛИТОН – это все, что мы начали до тех, кто-то не может быть всталанного мира. Ну, в основе мы решили, что вам нужно сроки затворить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И не могу не воспользоваться случаем, чтобы не задать еще вопрос Игорю Ивановичу Швалову. Игорь Иванович, мы сегодня слышали много таких глобальных слов. Можно чуть подробнее, что конкретно несет гражданам наших стран вот этот договор о создании Евразийского Союза? Спасибо. Спасибо за вопрос. В первую очередь, я хочу еще раз напомнить о том, что Республика Беларусь была и есть активный сторонник интеграции на постсоветском пространстве. Строя свою работу по подготовке договора о Евразийском экономическом союзе, мы, как и наши партнеры, преследовали конкретные прагматичные экономические цели. В первую очередь, мы говорили о том, что Евразийский экономический союз должен строиться на базе полноформатного таможенного союза без каких-либо изъятий и ограничений. К сожалению, в силу разных причин, наши партнеры оказались не готовы в короткий срок снять те барьеры, которые присутствуют у нас на пути движения товаров. По целому ряду товарных позиций в договоре установлены переходные периоды вплоть до 2025 года. Вместе с тем, по ряду чувствительных для нас позиций, нам удалось договориться на двухсторонней основе. С Казахстаном у нас меньше пересечений, больше это касается Российской Федерации. И сегодня мы подписали два протокола. Первый протокол о внесении изменений в соглашение о распределении вывозных таможенных пошлин, в котором отразили договоренности, которые были между нашими президентами и зафиксировали, что начиная с 2015 года в бюджете Республики Беларусь будет оставаться полтора миллиарда из вывозных таможенных пошлин. В дальнейшем, с 2016 года, стороны могут вернуться к пересмотру этой цифры в большую сторону. Также мы сегодня внесли изменения в межправосоглашение 2007 года о взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами. В соответствии с ним, Республика Беларусь на период до 2025 года, до периода, когда будет сформирован единый рынок нефти и нефтепродуктов, будет полностью обеспечена нефтью для полной загрузки своих нефтеперерабатывающих заводов. Также стороны с 2021 года могут вернуться к увеличению этих объемов, если в Беларуси будут модернизированы, либо созданы новые мощности по нефтепереработке. Также сегодня были подписаны два решения Высшего Евразийского экономического совета, касающиеся промсборки, где для Республики Беларусь зафиксированы изъятия до 1 января 2017 года по уровню локализации. И второе соглашение – это по технологическим операциям, которые позволят распространять... Должно отметить, что да, мы хотели, чтобы эти договоренности присутствовали в подписанном сегодня договоре, но, учитывая сказанное, они нашли отражение в двухсторонних договоренностях, которые также нас устраивали. Игорь Иванович, на вопрос, что это конкретно принесет гражданам наших стран. Ну, во-первых, Вы знаете, вопрос интеграции надо рассматривать, конечно же, чуть с горизонтами подальше, это не то, что немедленно человеку может принести благо в конкретный момент, когда подписываются соглашения. Тем не менее, за годы существования Таможенного союза товарный оборот между нами значительно вырос, и сегодня президенты приводили конкретные цифры. Это что значит? Это возрастает благосостояние наших людей. Но если перейти, вот, и быть предельно точным в ответе на Ваш вопрос, это дает возможность тем, кто хочет найти лучшее место работы, приехать в Беларусь, Казахстан или Российскую Федерацию, гражданином, какой бы из трех стран-то и не было. И беспрепятственно, без каких-либо сложностей, которые раньше иммиграционное законодательство предъявляло к этим гражданам, устроиться на работу. Это первое. При этом все социальные гарантии у такого работника будут такими же, как у гражданин той страны, где предоставляется рабочее место. Для тех, кто хочет создать свое собственное дело, будет возможность Российской Федерации в Беларуси или в Казахстане беспрепятственно открыть юридическое лицо и без каких-либо ограничений на рынке предоставлять услуги или производить товар и его реализовывать. Больше того, мы договорились о том, что по определенным услугам и по определенным товарам у нас вообще открываются настолько границы, что мы даже не будем требовать специального признания либо прохождения через специальную процедуру, а в случае, если товар выпускается в обращении через определенную процедуру в Беларуси и Казахстане, Российская территория будет такой товар принимать, и мы будем к нему относиться как к товару, произведенному и выпущенному в ворот на территории Российской Федерации. То же самое, естественно, для товара, который выходит на рынок Российской Федерации, к нему также будут относиться в Казахстане и в Беларуси. Это не значит, что у нас все эти свободы теперь уже носят абсолютный характер. Мы договорились о переходных периодах. Некоторые переходные периоды достаточно короткие. Вот, например, на последней встрече президенты дали указание, чтобы по рынку лекарственных средств и медицинских изделий мы приняли согласованное решение как можно быстрее. То есть мы будем производить лекарственные средства, их регистрировать и выпускать в обращение. Также медицинские изделия по унифицированным процедурам, и это будет буквально сделано за два года. И есть некоторые, к сожалению, изъятия, которые будут длиться до 10 лет. Мы договорились, что самые сложные вопросы. Мы имеем право зарезервировать позицию, положим, на 10 лет. И вот то, что сказал Сергей Николаевич, это правда, что Белорусская Республика ушла в вопросах интеграции дальше, чем Россия и Казахстан, и предлагала последовательно заключить договор с самого начала, то есть с 1 января 2015 года, без каких-либо изъятий ограничений. Но поскольку рынки, как нам представляется в Российской Федерации, определенные рынки, или такие же есть опасения в Казахстане. Есть какие-то адаптационные механизмы, но это очень небольшие позиции до 10 лет. Мы также надеемся, что в этот период времени точно договоримся по единому рынку нефтиных продуктов и рынку газа. Так вот, быть устроенным, создать собственное дело. Значительное послабление теперь по признанию дипломов. Есть опять изъятие там, где это педагогическая профессия, либо доктор с дипломом, то есть врач с дипломом медицинского учреждения. Для них все-таки остается определенное преимущество. И появляется такой фактор конкуренции. Гражданин, ты можешь быть гражданином Казахстана, Беларуси или России, но ты будешь везде восприниматься как лицо как будто одного гражданства для цели ведения бизнеса. И там, где тебе выгоднее платить меньше налогов, там, где тебе выгоднее проходить через процедуру лицензирования, там, где тебе выгоднее привлекать рабочую силу, там ты будешь организовывать свое производство, либо точку бизнеса. Поэтому это становится значительно для всех нас интереснее. Рынок 170 миллионов человек. Понятно, что рынок Российской Федерации для этой интеграции является самым важным. И допуск на наш рынок, конечно, дополнительные возможности заработать предпринимателям из Казахстана и Беларуси. Но и мы наблюдаем, как ведут себя предприниматели в Российской Федерации. Многие открывают бизнес, например, в Казахстане. Мы это отмечаем, потому что по многим позициям налоговый режим в Казахстане значительно либеральнее и... ...вопросы в будущем. Поэтому мы в любом случае должны провести работу по загрузку экономического союза. Мы начинаем, стартуем с 1 января 2015 года. Нам нужно несколько лет для того, чтобы все эти свободы наполнить реальной свободой. И в какой-то момент нам следует потом уже серьезно исследовать вопрос финансового союза или, может быть, даже валютного. Но это в будущем, пока эти вопросы в повестке не значатся. Нам нужно от всех изъятия ограничений, которые в договоре существуют, уйти, создать полные четыре свободы. И тогда это уже будет повестка, может быть, через несколько лет. Игорь Иванович, мы благодарим вас. И вопрос от зарубежных СМИ. One more question from international media. USA Today, кассета. Вопрос к Игорю Ивановичу. Простите, на самом деле вопрос, если можно, к вам обоим. К Игорю Ивановичу и Виктору Борисовичу, кто хотел вас ответить. Сейчас просто эта тема на Западе очень сильно обсуждается. Как повлиял украинский кризис на отказ от политизации договора, если так можно сказать? И были ли какие-то извлечены уроки из этого кризиса для подобной интеграции? Спасибо. Да, директор Борисович ответит, как он считает, поскольку он возглавляет международную организацию. Я, работая с коллегами из правительства Казахстана и Беларуси, никогда, ни до кризиса, ни во время этого кризиса, не испытывал хоть какое-либо влияние этого кризиса на формирование Евразийского экономического союза. Повестка эта существует самостоятельно. Она действительно была инициирована президентом Казахстана. Мы к этой инициативе всегда относились и относимся с большим уважением. И считаем, что только, конечно, благодаря, что я называю, его авторитету, конечно же, все это как-то забурлило и в эту работу вовлекло национальное правительство. Поэтому мы за шесть лет практически, с 2008 года, от формы Таможенного союза до полноформатного экономического союза подошли. Это очень короткий срок, очень сложная, но совсем сложная работа. И могу подтвердить, без какой-либо доли здесь, ничего не скрывая, ничего не прикрывая, вообще к повестке формирования Евразийского союза события на Украине не имеют никакого отношения. Хотите от меня комментарии? Ну, если к кризисам вообще относиться, и вспомнить чуть подальше 20-летней истории Евразийского проекта, то надо сказать, что кризисы, особенно кризисы глобального характера, всегда носили и будут носить характер катализатора для всех интеграционных процессов. А это, что называется, уже почти теория интеграционных процессов. 98-99 год, кризис, который в то время был, был стимулом и катализатором для запуска, с одной стороны, создания Евразеза, Евразийского экономического сообщества, с другой стороны, запуска проекта, тогда еще на четверых, единого экономического пространства вместе с Украиной. В этом смысле, ну, отчасти, может быть, не до конца последняя позиция Украины, и оговорка, поставленная в 2003 году под соглашением, не позволила... ...которая сопровождалась достаточно устойчивым ростом и национальных, и глобальной экономики. И кризис 2008-2009 годов послужил следующим стимулом для того, чтобы интенсифицировать интеграционный процесс по одной простой логике. А интеграция позволяет минимизировать риски глобальных неурядиц и глобальных процессов, которые происходят в мире. И в этом смысле сегодня... ...глубине и по опыту ответ на те риски, с одной стороны, которые есть во внешнем мире, и на те стратегии, которые национальные правительства для себя обозначили. И поэтому этот проект дополняет национальную стратегию 2050 Казахстана, национальную стратегию России и так далее. Он является одним из существенных источников для их реализации. ...хочет, и она чего видит в своей перспективе. Поэтому на интеграционный процесс он никак не повлиял, а вот на понимание того, насколько значим интеграционный процесс... ...структуру в этом мире не прожить. Чего и пожелаю нашим коллегам из Украины. Я извиняюсь. Извиняюсь, я вот сейчас Игорь Иванович говорил относительно... Не по этому вопросу, а по другому, по предыдущему вопросу. Игорь Иванович говорил о том, что там, возможно, там... Ну, на повестке это не стоит, а финансовый валютный совет, чтобы правильным было пониманием. Мы ни разу этот вопрос не обсуждали, ни на нашем уровне, ни на уровне главных государств. Сегодня президент Назарбаев говорил о том, что Алматы будет... ...бансионерский финансовый центр, поэтому только в рамках создания наднационального финансового регулятора. Ни о каком валютном... ...бансионерский финансового регулятора.